Ну вы вопрос можете задать и продолжать обедать, а я буду отвечать вам. Это я какого вопроса? Про нашу религию вообще знаете что-нибудь? Еще бы не знать. У меня целая книга написана. Я весь Коран разбираю по сурам и аятам. Весь, до срочки. Вот так. Я могу дать вам статистику. Статистику могу вам дать, сколько в Коране букв, сколько запятых. Вы знаете, нет? Как это нельзя? Вы же верующий. Вам тоже надо попасть. Вы же верующий. Вам нужно знать, как спастись. Мы верим только Аллаха. Ну и что же? Я могу вам рассказать все по вашей книге. Мы среди мусульман работали сколько? В доме мулы ночевали? В доме мулы ночевали. Машалла, машалла. Так что можете задавать вопросы? Машалла, можете задавать вопросы? Если есть вопросы, ладно. Кто наш последний пророк? Мы расскажем вам о спасении, как душу спасти. Дед, вы сможете сказать, а кто наш последний пророк? Да. Последние пророки будут два, не один, а два. Енох и Илья. Так написано в Святой Библии. Так написано в Святой Библии. Но он пришел на 600 лет позже. Мухаммад, салла Аллаху алейхи вассалям, наш последний пророк. Ну, сказал-то, сказал. По Библии, если не сходится, то мы должны проверить, как Библия говорит. Библия – это откровение Божие, данное через Абрахама, других пророков. Мы не оспариваем. Все написано, написано. Мы ваши не оспариваем-то. А почему вы наши оспариваете? Вы посмотрите вот сюда, вот я вам покажу. Голову опустите пониже. Вот, посмотрите. Вот так. Так что для нас Слово Божие – это основа основ. Так. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Как здорово. Пошел выключать. Поговорите о Божественном. О чем? Да, о Слове Божьем. Как душу спасти? Как душу спасти. А я все знаю. У меня, знаете, с чем проблема? Нет, не знаю. Нет, не знаю. У меня это. Мама разная, не знаю. А у меня снится по ночам. Когда? Как? Вы хотите побеседовать на тему спасения души? Не желаете, да? То есть вы считаете, что вы приговорены, и вам выхода уже никакого нету, да? То есть амнистия вам не предвидится? Нет, отец. Дело в другом. Если Бонгу Бебу, он меня уже убил. Сразу еще. Желаете узнать больше о спасении души? Как правильно нужно жить? А о душе ничего не хотите знать, да? Нет. Ну, а тогда вопрос один. А для чего тогда живете? Ну, меня родили, как меня? Ну, родили-то родили, но тот, кто родил, умрут, и мы умрем. А дальше-то что? Зароет и все, червям корм? Ну, это же жизнь. А другая жизнь, это во Христе, или в раю с Богом, или в аду с сатаной. Вот тут один вопрос надо решить. А как избавиться мужчина? Сатана сказал, что Бога не существует. А кто это сказал? Сатана. Ну, правильно, он сатана. А кто он такой сатана, откуда взялся, знаете? Знакомый душу продал. Как вы там спасаетесь-то? Нормально. Вы знаете, как душу человеку спасти можно? Нет. Никогда не слышали? Нет. А слышали, что Бог сотворил первую щиту, Адам и Ева, были двое на земле. А. Вот они согрешили, и все люди стали смертные. И прошло 5508 лет до Рождества Сына Божия, Иисуса Христа. А теперь мы имеем Новый Завет, где говорится, что когда Иисусу было 33 года, Его распяли, Он умер за наши грехи. И кто будет веровать в Него, спасен будет. Верую, подтвердить веру делами. Дела милосердия, милости не подавать. Ну, жить для Бога, чисто. Не так, как в этой рулетке. Тут все голые ходят и всякий разврат творят. То есть, это все греховное. Господь говорит, я предложил тебе, человек, жизнь и смерть, благословение и проклятие. Избери жизнь. Зачем тебе умирать? Это Бог так говорит нам. А говорит Он нам из своей книги. А эта книга называется «Святая Библия». Вот, смотрите. Я вижу. Ее можно приобрести в церкви, если есть православная церковь. Иисус умер. Вот сейчас Великий пост, вторая неделя, их семь недель. И вот сейчас через шесть недель, ну, через пять с половиной, будет Пасха Христова. А Пасха Христова, это означает, Христос воскрес, был мертвый, распятый, и Он встал живой. И говорит, когда придете в дом человеку, говорите «Мир, дом и сему». То есть приветствовать мир им надо. Он умер за нас. Верующий во имя Иисуса Христа, написано, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, будет осужден. Ну, что здоровье-то? Любым здоровьем надо служить Богу. Вы желаете поговорить о божественном? Как душу спасти? Да, конечно, конечно, желаю. Я маленькими вопросами буду узнавать, что вам известно уже. Только чтобы не ругались. Ну, хорошо, конечно, без проблем. Что это у вас так? Что у вас так? Вы что кричите-то? Они что, дикие? Какие они благоговейные. Вы желаете поговорить о духовном? Как душу спасти? В ад не попасть? Не, не, не. То есть вы приговоренные, уже амнистию не ждете, да? Я мусульманин. Ну, так а что мусульманин-то тоже умрет, на суд Божий пристанет? Я мусульманин. Да что теперь, блуди день и ночь, и в рай попадешь. Вы греха-то не боитесь? Мусульманин, мусульманин. Вы свою веру-то узнаете. Вам тоже это не разрешается делать? Что тут делается? Голые, женщины и прочее. Вы зачем тут находитесь? А тут на этот счет рулетки, примерно, 80%. 80% мусульмане. Ну. Вы же старые, что здесь ищете? Ну, я вам скажу, зачем они здесь. Я вот только что с мусульманами говорил. Я говорю, тебе дома разрешается по вашей книге 4 жены иметь. Изо всех надо колым платить. А тут 44 даром. И при том они уже все, готовые. И вы пришли сюда, как табун жеребцов. На весенних кобыл прыгать. Ну, вам это-то по вашей книге-то ведь тоже не разрешается делать. Да, да. Ну, так еще вас тут куча набила столько. Еще. Ну, вы же старые. Вы скоро умрете. Да. Вот сейчас я разговаривал с ними. Аллах, Аллах, Аллах. Я говорю, а ты считал, Карен-то в руки не брал. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Вы желаете поговорить о Божественном? Или поговорить о Божественном? Как душу спасти? А думаешь, надо? Вы что, не хотите спасаться? Так, а думаешь, надо или это не стоит? Ну, вы знаете, что человек умирает, он попадает или в рай, или в ад. Другого-то нет пути. Пушите внимательно. Только чтобы никто не ругался. Да. Да. Первых людей Бог сотворил Адама и Еву. Адама и Еву. И когда они согрешили, все люди стали смертные. Да. Из-за этого греха уже на земле умерло больше ста миллиардов людей. Ага. Вы желаете побеседовать на эту тему? Ну, давайте. 80 лет. А сколько тебе лет? Мне 23. Да, по ней меньше. Да, да, да. А зачем же неправду говоришь? Не понял. Ну, это, я говорю, неправду ты говоришь. Почему? Что вам разве 23 года? Вам же меньше. Не, не, 23 мне год. Да. Вы верите в Бога, что человек сотворен Богом? Ну, я мусульманин. Ну, а что мусульманин, так что? Да, нет. Верю, верю. Веришь? Мусульманин, это же тот человек. Разве это разрешает грешить-то? Вас тут набилось, а куча мала. И все лежат голые. Голые лежат тут сколько. Сейчас только с ними разговаривал. Смеются? Не, не, не. Не так. Как? Может, вы другие это видели? Да как же другие это? 80 из 100 это мусульмане на этом чате. Здесь. Не, не, не. Я много видел там христиане. Много там какие-то беспредели показывает. Да, беспределы. Беспределы. Я сейчас только разговаривал. Мелькнуло. Трое, двое, один, пятеро. Все мусульмане до одного. И все говорят, кто последний пророк? А вы Коран верите? Что, православные что ли это? Они спрашивают о Коране. А Аллах Акбар кричат. И что это? Не, они вообще другие. Там Аллах Акбар скажет. Другие там. Да их видно по лицу, что они не славяне. Видно. Да. А вы голову-то опустите пониже, чтобы голову-то, лицо было видно. Вас так научили прятаться, чтобы не забанили, да? Ну, вот так. Я же открытый перед вами. Мы верующие не должны скрываться. Бог все откроет. И когда суд Божий будет, никто не спрячется. Потому что за наши грехи Христос умер и воскрес, чтобы мы верили в Него. А если человек не верит в Бога, он в грехах остается. В грехах. А грехи наши прощаются жертвой Иисуса Христа. Вот они говорят, а у нас Иса в Коране. Только это Иисус и есть. Так и написано. Марьям это Мария, мать его. У нас говорят Авраам, а у вас Ибрагим он называется. Это произношение такое. Вот у нас Иван, а в Америке Джон. А у латышей Янис. Видишь, какие дела-то идут. Поэтому надо верить, как написано. Нет другого имени под небом данного человеком, которым жалоба на вас спастись. Порядок установить можно там с другими. Порядок устанавливал и Сталин, и Гитлер. А спасти душу-то как? Можно только жертвой. А жертва это любовь Божия. Любовь. Бог любит человека и ждет его с покаянием. Тут же все налицо. Вы хотите, чтобы СССР был? Чтобы что? СССР был. Ну, а что там? Опять же партия будет у власти-то. Они погубили 100 миллионов людей в репрессиях. Веровать не давали. Они всех подряд гнали. Скажите мне, пожалуйста, Сейчас в России показывают, там СССР выиграли, русские выиграли, скажут. Победили, скажут. А Сталин, Гитлер это не показывает. Сталин, Лили не показывают. Почему? Скажут, что Россия выиграли. Россия. Только Россия. И СССР выиграли. Ну, СССР был все же. Таджики, Уэзбеки, Казахи, Кыргызи, там Россия тоже был. Не показывает, не скажет. Вот видишь... И Сталин не показывает. Ну да. Скажет. Вам это что, смешно, что человек верующий? Верующий, он не скрывается, а открыто говорит. Я верю в Бога. Вы верите, что будет суд Божий? За все дела придется отвечать. И за эту рулетку отвечать, что голая тут совокупляется, безобразничает. Мы даже людям сказать, что этого делать нельзя. Славянскому верно. Ну, так вы выйдете оттуда, род славянский, так хоть посмотреть на вас. По беседу. Давайте. А зачем? Ну вот он я, здравствуйте. Ну вот здравствуйте. Я христианин православный. У вас какая надежда? Кому молитесь? Я... Ну, я могу сказать... Я... Ну, не хочу никого оскорбить. Должен быть ваххабит, закрытый. Я люблю таких... Да нет, Григорий, просто болею. Я люблю таких людей, которые веруют в Бога. Берегут других, чтобы не заразить. Давайте поговорить о спасении души, о Боге. Для чего человек живет. А вы знаете, что человек бессмертное творение. И после смерти учатся его налево или направо. Направо, значит, в рай. Налево, значит, в ад. Это в Матфея, 25 главе написано это. Кто творил милость, кто не заботился о других, уверовал во Христа. Христос умер за грехи людей, и верою в Него мы получаем прощение. То есть, Он нас заместителем явился. Вместо нас Он умер. А мы свободны. Можем просить прощения и принять святое крещение. Написано, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Вы верите в Бога? Нет. Нет. Ну, туда-сюда-то так и нагнало людей столько. Сколько есть маловерующих. Потому что этот, ну, сейчас рулетка, эта тьма, сломешная, блудодеяния, открыто разврат творят. Прям открыто голые совокупляются. Половые органы показывают и безобразничают. Конечно, верующий в Бога разве будет здесь? А я нет. Вот для этого и нужно человеку безбожие, чтобы ни за что не отвечать. А отвечать-то все равно придется. Мы возвещаем путь спасения. У нас Священное Писание есть, Святая Библия. У вас есть Библия дома? Нет. Нет, я вам покажу ее. Здесь ответ на все вопросы. Я вот покаялся в 23 года. Я уже 56 лет несу этот свет людям. И Господь помог превозможить все беды, какие были. Как нас советская власть уничтожала. Что делала? Мы благодарим Бога, что сейчас есть такая свобода, что можно о Боге говорить свободно. Мы строим православную деревню, где все верующие. Никто не пьет, не курит, не матерится, не ворует. И не лжет. Вот, если вы хотите больше узнать о нашем ресурсе, зарядите в Ютубе «Во свете Библии». «Во свете Библии» Игнатия Лапкина. И вы там найдете. У нас 14 с половиной тысяч роликов. Я начальник детского лагеря был, 45 лет. Там все показано. Воспитание детей, и игры, и как мы встаем, и копаются дети. И что в деревне делается. Вот я вел занятия в разных университетах. Там все показано. Вам будет это очень интересно. Там большие-большие материалы. Вы запишите себе. Называется «Во свете Библии». Давайте по Боге побеседовать о душе, спасении ее. Как правильно жить. У вас есть вопросы какие-то? Вы верите вообще в Бога? Как на него можно верить? Как бы, с другой стороны, мы его не видели ни разу. Никого не видать. Так с кем разговаривали? То есть это крутится туда-сюда. Как можно верить в Бога, если мы его не видели? И как бы отрицать то, что его нету. Ну а разве только человек глазами узнает-то? Человек на веру принимает большую счастье. Мы верим, что состоят из молекул. Молекулы никто не видел. Мы говорим, что существуют галактики, а их даже не видать. За миллиарды световых лет мы в это верим. Верим, что до нас была жизнь. Сезарь жил, Пушкин. А мы же не видим его. Как интересно, к Богу такое. А Бог показать. Бога никто никогда не видел. Потому что Он всеобъемлющий. Всюду и везде. Как ты можешь взглянуть и сказать, я вижу весь космос. Ты видишь только часть неба. Так. Еще что вас смущает? Сейчас, сейчас подумаю немного. А вы знаете, почему люди не верят в Бога? Почему? Потому что страх, чтобы не отвечать за все, что натворили в жизни. Я умер, и ничего больше нет. А согласно Слову Божию, во всех мировых религиях, что после смерти будет суд Божий. Суд. И человек ответит, как он жил. По заповеди Божией или нет. По совести или нет. Что интересно, вот здесь. Только начнешь говорить, они то пить начинают, то есть. Аппетит появляется во время беседы, или еще не знаю даже. Вот на это место пришли, а тут процентов 50 голые мужики валяются. Голые совершенно. Да, это вообще безобразие просто. А мы хотим, чтобы было по-другому. Потому что они не знают, что за них умер Христос. Что Христос наш Спаситель. И веруя во имя Его, мы получаем жизнь вечную. И это только в жизни. После смерти нет покаяния. А у вас такая форма-то что? Вы какое-то отношение к армии имеете или нет? В армии имеете или нет? Да, в армии служил. Верующий, он надеется на Бога. И Господь так все события сочленяет, что показывает ему выход из самого трудного положения. Это пока здесь, на свободе человек такой. А когда он потеряет свободу, он делается тихий. Там все по-другому. И когда человек умрет, все будет по-другому. Сегодня Бог разрешает к нам, обращает лик свой. Я вот вам покажу. Главная книга христиан. Смотрите, какая. Тут ответ на все вопросы. Верующие знают, что дальше будет, как мир будет развиваться, чем он закончится. Притом не приблизительно, а абсолютно точно. До одного дня. Две тысячи лет назад написано, что в конце мира воцарится один царь будет над всей землею. И столицей мира будет не Вашингтон, не Москва, а Иерусалим. И там сядет мессия их, то есть антихрист. И будет царство три с половиной года. Это самые тяжелые годы для земли будут. А вот как вы относитесь к исламу? Повторите еще раз. Повторите еще раз. Как вы относитесь к исламу? Если люди не веруют в Господа Христа, то у них нету спасителя. Есть руководитель, может быть, вождь, а спасения нет. За грехи людей только Христос умер. И люди, которые не знают этого, они рано или поздно столкнутся с этим. А что дальше делать? Вы знаете, был такой писатель, Шенгиз Айтматов. Слышали? Шенгиз Айтматов. В Тиргизии. Герой социалистического труда. Слышали? Вам непонятно, что я говорю? Вы меня не понимаете? Ну ладно, тогда до свидания. Если человек ничего не знает о Боге, он рискует потерять все в любую минуту. И уйдет в тот мир посторонний, не имея никакой надежды на спасение, если он не примирился со Христом. Замеряем. Продолжение следует... Продолжение следует...